Итак, друзья, всем привет! Мы продолжаем прохождение Rome Total War. С вами The Dogfather, и у нас здесь невероятная битва намечается за город Фессалоники, Фракия против Македонии. Мы играем за Македонию на очень высоком уровне сложности, как в кампании, так и в сражениях. Поэтому всем приятного просмотра, и посмотрим, сможем ли мы отбить натиск врага. Да, у нас чуть меньше 300 воинов, но все у нас воины на конях, то есть у нас кавалерия исключительно. А против нас выступает почти 1400, по-моему, человек, то есть сначала пойдет основная армия, и там еще на подкреплении, насколько я помню, у врага сколько-то там, то ли 400, то ли 500 человек. Ой, не знаю, что сейчас произойдет, но будем действовать по старой схеме нашей. Нет, получается 400 человек здесь, и ты сейчас чем-то идет на подмогу. То есть нам сейчас надо по-быстрому как-то разрулить эту ситуацию, вот эту маленькую армию разбить и дальше пытаться что-то делать с основной армией. Не знаю, что будет, как будет, сможем ли мы вообще отбить. Но опасность заключается еще в том, что у нас сам лидер фракции, Девкал, завоеватель, в данный момент ведет вот эту битву. И если он погибнет, это будет очень и очень печально, потому что я возлагаю на него очень большие надежды, он у нас просто тащит всегда. Пару битв он всего проиграл, но выиграл намного больше. Итак, вот первый претендент, так сказать, на уничтожение. И причем это военачальник. Блин, убежал, убежал. Куда, 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 ребята, ребята, нет, 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 назад, назад. Не надо так горячиться. Блин, нас обстреливают. Это очень плохо. Пельтасты, по-моему. Или у него конные застрельщики, садники, ополчения, нет. Блин, чё ж делать-то? Видите, он убегает, постоянно убегает. А кто это бежит? Пальксмены? Это нехорошо, я не хочу с ними вступать в битву. Давайте лучше отойдем. Ну, пожалуйста, ну... Ой... Почему они так себя ведут непредсказуемо, я не понимаю. Так, давайте... Теперь фольксменов зажмем. Отлично, отлично. Вражеский полководец пал. Теперь ужас поселился в сердцах наших врагов. Так, фольксмены. Тяжелая пехота. 81 человек. Стоп. Теперь атакуем. Блин, ну куда вы, ребята? Да, и ладно, без вас уже наши ребята разобрались. Конечно, из-за вас, блин, теперь у нас потери большие. А могли бы избежать их. Эх вы! Жалко, у нас нет македонской конницы. Здесь только... Как они там называются? Забыл. Македонские копейносы или что-то такое. Легковооруженные копейносы, вот. Если бы у нас была македонская конница, она покруче, конечно. И нам было бы намного легче. Ну что ж, давайте ждать, когда враг подойдет. Нашим ребятам надо отдохнуть. Мы всего два отряда разбили, а уже понесли неплохие потери. Вот этот отряд в частности. 17 человек всего осталось. И это печально. Давайте полукругом встанем. И будем ждать врага. Пожалуй, имеет смысл ускорить время? Или имеет смысл самим выдвинуться поближе к врагу? У него там два отряда отделились, я как сумел заметить. И это, по-моему, застрельщики, да? Бельтастые лучники, да. Блин, ну у него на прикрытии копейщики вот эти вот. Гоплиты. Они серьезные, ребята. То есть нашу конницу они просто как шампур, шашлык. Как шашлык на шампур нанизят, вот и все. Блин, как бы нам поступить? Ну, с этими, я думаю, мы разберемся. Семь человек всего. Сейчас мы их задавим. Вы сразу на стрелков. Так, назад. Блин, я боюсь, что вот эти гоплиты на нас все-таки согрятся и раздавят. Это будет печально. Ну, вроде как все идет по плану. Так, давайте назад, а вы на стрелков, пожалуй. Не добили мы там один отряд, ну и ладно. Мне кажется, они еще вернутся, поэтому жалко. Давайте, добейте их. А вот теперь попробуем зажимать гоплитов в самую сложную часть. Это надо атаковать им в тыл, пока они смотрят в другую сторону, в противоположную. Но, они очень ловко умеют так сказать перекидывать копья свои в другую сторону. И это чревато большими потерями с нашей стороны. Так, стоп. Ай-яй-яй, вот о чем я и говорил. Блин. Ну, ладно. Еще пять человек мы там потеряли. Так, давайте, стрелков добивайте быстрее. Стоп. Вот это отлично было. Так, теперь с этой стороны. Блин, смотрите, эти стрелки, 9 человек до сих пор нас обстреливают. Ну, как так? Коплиты ополченцы. Давайте, давайте, давайте. Вот так, вот так. Теперь спереди. Все. Им крышка. Вражеская армия бежит с поля боя. Отлично. Они просто пуганные кролики. Ну, мы только разобрались с малой частью врага. Вражеская армия. А еще вот тысяча человек приперлась, чтобы наказать нас. Эх, блин. А здесь у него почти все гоплиты. Еще и греческая кавалерия. Ну, это военачальник. Ладно, это не страшно. Фольксмены. Блин. По крайней мере, стрелков не так много, но гоплитов очень много. Почти вся армия у него, 70% состоят из гоплитов. А гоплиты и коницы, это как как вода и огонь. Противоположные совсем ребята. И нашу конницу они могут разбить в легкую. Надо просто правильно пользоваться своими отрядами. Так. Здесь у нас три отряда на нас сагрилось. Отлично. Попытаемся что-нибудь да придумать, что-нибудь сделать. Блин, главное не потерять наших военачальников. Это главное. Блин, как бы быть. Как бы нам сделать так. Блин, он на нас. Посмотрите, как он быстро бежит. Зараза такая. Ой-ой-ой, что у нас тут? Вот это, блин, я чуть не прозевал. Сейчас бы лидера фракция потеряли. Ой-ой-ой, теперь еще и с этой стороны. Блин, блин. Ай-ой-ой-ой, как некрасиво. Ой-ой-ой, два отряда просто побежало. Зараза. Ладно, этих зажали, но, блин, два отряда потеряли. Вот, зараза, обидно. Ну, в принципе, я не ожидаю, что мы победим, но попробовать стоит. Другого у нас выбора нет. Отступать нам некуда. За нами фессалоники. Ой, блин. Так. Назад, назад. Ну, куда вы? Ну, что вы стоите-то? Вы же видите, на вас бегут, блин, тяжелая пехота. Ну, что вы как... Идиоты встали, блин. Ждете, пока вас разобьют, что-нибудь. Ну, 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 ну. Давайте, давайте, давайте. Догоняйте их. Все, отлично. Побежали, побежали. Трусливые собаки. Теперь вот их бейте и вовсю. Блин, даже не вернулись наши ребята, которые убежали. Просто... Убежали бесследно. Блин, нас тут зажимают вовсю. Не успеваю на два фронта вот так действовать. Ну, и тут, соответственно, вот эти вот фольксмены вернулись. Неудивительно. Неудивительно. Это наши только могут убежать и безвозвратно, так сказать. Давайте, давайте, ребята. Ой-ой-ой, нас сейчас зажмут. Ну же, убегайте, пожалуйста. Ой-ой-ой, прям рядом, прям рядом с врагом. Блин, военачальник ввязался. Ну-ну-ну-ну, беги-беги-беги. Фу, слава богу. Блин, надо что-то делать. Мы тупо не можем их догнать. Так, здесь тоже уходим. Давайте, фольксменов душите. Втопчите их в землю. Ну же, ну же, ну же. Давайте, давайте. Вперед, вперед, вперед. В атаку. Отлично. Просто затоптали. Фу. Ну что ж, почихонечку мы справляемся. Вражеских отрядов все меньше и меньше. И это радует. Правда, у нас вот два отряда убежало. Это, конечно, печально. Так, давайте сгруппируем. Здесь постоим, немножко отдохнут. Пусть наши ребята, они наверняка уже устали. Греческая кавалерия. Ну, у него не так много ребят уже осталось. Я думаю, мы справимся. Надежда все-таки теплится в сердцах наших воинов. Так. Так, обычная скорость. Надо уходить, уходить. Усталые, измуренные, усталые, отдохнувшие, обессиленные. Блин. Эх, не отдохнули ребята наши. Совсем устали. Что-то там военачальник, агрецы. Ну, пусть идет, пусть. Давайте, давите, давите его. Он совсем обезумел. Отлично. Поразили страхом вражеского полководца. Теперь он бежит с поля боя. Еще бы убили его, вообще бы замечательно было. Ну, ладно. Не стоит за ним гоняться. Блин, давайте побыстрее, ребята. Что вы пешком-то идете? О, блин. Попытаемся опять окружить врага, но здесь уже сложнее. Видите? Очень близко они расположены. Мне вот интересно, вражеские войска, они тоже устают или нет? Да, обессилевшие. Так, этих фольксменов зажали. Так, стрелков давайте. Вперед. Стрелки это проблема. Еще не хватало, чтобы он тут отстреливал наших ребят. Вы посмотрите, а? Говно собачье. Отлично. Да добейте вот этих 15 человек, они же вернутся, я же знаю. Так, нет, 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 отходите. Вот, блин, прям на пике. Ну, куда вы? Ой, елки-палки. Ладно. Вот так. Назад отходите. Сейчас бы вот этот маленький отрядик попробовать зажать. Вот этот. Гоплит и ополченцы. Так, давайте, давайте, подходите. Блин, только не нарвитесь на других гоплитов. Отлично. Прямо в тыл им ударили. Обосрались и побежали. Как обычно. Так, встроимся. Баланс сил все еще не на нашей стороне. Но я чувствую, победа близко. Победа близко. Не знаю, может быть вам скучно смотреть, как я, можно сказать, чечерским способом избавляюсь от врагов, но по-другому ребята с ними не справятся. Если игра дает такую возможность, я считаю, что ей надо пользоваться. Ой, блин, зараза. Прямо на пике. Ну, молодцы. Просто я не тех ребят остановил. Еще одна ошибка. И в итоге мы поплатились кровью наших ребят. Так, давайте, стройтесь. Отдохну, пусть наши ребята немножко. Так, сколько у него осталось отрядов. Блин, 120 человек в одном отряде. Это просто невероятно. Как же мы будем с ними биться. И таких отрядов три. А в общем у него, так, три, четыре, пять. Пять отрядов. И у нас пять отрядов. Но, блин, по 120 человек это будет сложно. Это надо всеми прям конами нашими отрядами бить его. Только один отряд. Как бы их разделить? 120. 120. Хе, один стрелок идет. 73. 120. 120. Ну, и тут тоже 120. Пока он числом только нас берет. Так, что это он там мутит? Ну-ка, ребятки, давайте. Чуть-чуть отходим. А вы вот сюда. Пусть он разделит силы. Отлично. Дробит он свои силы. Отправляет на нашего лидера фракции два отряда. Даже три. Неинтересно, мы сможем их задавить. Вот один отряд. Или даже два целых. Два отряда. Ну-ка, давайте попробуем. Блин, блин, ну. Затупили они опять. Нет. Так, стоп. Вот сюда. Да. В какую они сторону, блин, повернуться. Ну-ка. Отлично, отлично. Я думал, один отряд на нас пойдет, а другой на них. Видите, как он. Стопы. Ну-ка, бейте, бейте, бейте. Давайте, давайте, давайте. Ну же. Отлично. Отлично. Завязалась битва. Все, отлично. Два отряда. Минус. Просто замечательно. Так. Теперь. Теперь у нас еще два отряда. По 120 человек. Тут сложнее. Но, в принципе, таким же образом, я думаю, мы с ними исправимся. Два отряда. Господи, нас даже 300 человек не было. У него 1400 там с чем-то. Вы представляете, как можно вообще победить в такой битве? Кроме как не таким образом. Ну, по-другому я не знаю, как с ними биться, если честно. Только вот таким вот способом. Наверное, имеет смысл собрать полную армию только из кавалерии. И просто вот затаптывать их. Чтобы как бы побыстрее было не 6 отрядов, как у меня изначально там было, или сколько. Нет, у меня было, да, по-моему, нет. 8 отрядов у меня было, да. То есть надо максимально забить кавалерии, армию какую-нибудь, и просто затаптывать всех. Желательно тяжелой кавалерии. Ну, или часть тяжелая, часть легкая. У тяжелой кавалерии, по-моему, скорость меньше, и чем больше она бегает, тем быстрее устает. А вот легкая кавалерия, она больше на передвижение, но защита, конечно, с атакой минимальная. Так, последний отряд. Успеют ли дойти наши ребята? О, отлично, давайте продолжим. Добьем вот этих... Они не солдаты, они просто пуганные кролики. Бегущих трусов. Ну все, тут мы победили. Это победа, ребята. Просто затоптали. Ну, еще один. Еще один отступающий отряд. Давайте разбираться с ним. На ускоренном марше добиваем. Вот наши бравые ребята. У военачальников только македонская кавалерия, а вот остальные это легковооруженные копеносцы. Ну-ка. Ну все, просто затоптали. Это поразительное достижение. Вы одержали полную победу. Лучше даже сказать безоговорочную. Отлично. Героическая победа. 46 человек мы потеряли. У него было 1447 человек. Из них почти все погибли. Отлично. Просто замечательно, я считаю. Вот это победа. Фу. Обнаружен агент. Где он? Бдительные горожане изловили казни в чужеземного агента. Ну, понятно. То есть, мы его грохнули. Смерть рыщет по стране. Объявление фракции. Сообщение о наборе. Дипломатические сведения. Ну, что ж. Вот такая вот у нас была битва. Даже пометилась на карте. Она как великая битва. Вот двумя скрещенными мечами. И это радует. Мы на голову разбили врага. Просто их растоптали, затоптали. Уничтожили, в общем. Чего мы и добивались. Садовод. Храбрый. Видите, сколько у нас характеристик у нашего лидера фракции. Ну, что ж. Спасибо, что смотрели вот эту серию. В следующем видео мы продолжим нашу кампанию. А я с вами прощаюсь. Всем пока.